Микс Ньюс Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Сегодня президент Раймонд Вейнис внес в Сейм свой законопроект, ну, фактически попытка номер два. Речь идет о поправках закона гражданстве, призванных автоматически присваивать гражданство детям, ну, естественно, которые родятся, я так понимаю, после вступления закона в силу, у которых оба родители не граждане. Как мы знаем, и сегодня, в принципе, если один хотя бы из родителей изъявляет желание зарегистрировать ребенка в качестве гражданина, это происходит. Но, тем не менее, бывают случаи, когда вот оба родителя не граждане как-то вот по разным причинам, может быть, они считают, что ребенок подрастет сам определиться, хочет быть гражданином или не гражданином, или уехать куда-то, не знаю. Могут быть разные обстоятельства, но факт остается фактом, что по-прежнему у нас в Латвии рождается, уже на 27-м году независимости, рождаются не граждане, то есть лица без гражданства. Это, наверное, какая-то абсурдная ситуация, которую президент хочет все-таки устранить. И, я так понимаю, эту идею поддерживает и наши сегодняшние гости. Это депутат Сейма от объединения или от фракции, от Истыбой Пар для развития, за Мария Голубева, которая и работает в президиуме Сейма, заместителем секретаря. Так вот, полно перечислил. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Почему вы считаете это важным? Я знаю, что вы предлагаете еще чуть-чуть уточнение, расширить эту категорию детей до 15 лет, да? Да, наша позиция всегда была, и это часть нашей предвыборной программы, что Латвия не должна продолжать присваивать статус негражданина новорожденным детям, что это противоречит интересам страны, как государства, которое должно стремиться к объединению общества, и что мы, соответственно, должны в ближайшем будущем принять изменения законодательства, чтобы дети возрастом до 15 лет, дети-неграждан возрастом до 15 лет стали гражданами Латвии автоматически, и в том числе, чтобы не было больше варианта новорожденным присваивать статус негражданина. То есть, закончить исторически тот этап, когда в Латвии кому бы то ни было присваивали статус негражданина. То есть, вы подадите соответствующие поправки уже к законопроекту президента? Скорее всего, да. Вот мы знаем, что есть разные позиции в парламенте. Ну, к примеру, известная позиция ТБ Весу Латвии, которая вообще считает, что гражданство – это не какой-то подарок, и не просто какая-то бумажка, а это очень серьезный документ. Безусловно, так и есть, это серьезный документ. Да, нет, понятно, да, но они считают, что ни о каком автоматическом присвоении не может быть и речи. У ребенка есть родители. Если родители не решили, ребенок достигнет 15-летнего возраста по закону о гражданстве, сам будет определяться, не нужно такие поблажки делать. Вот что бы вы им ответили? Ну, во-первых, на мой взгляд, здесь речь идет не только об интересах детей, потому что их число достаточно невелико. В прошлом году это были 33 ребенка. Раньше, когда-то это были 300 в год и больше, но сейчас это были, в прошлом году это были 33 ребенка, которых родители не посчитали нужным сразу зарегистрировать как граждан Латвии. Но здесь речь идет о нас всех, о нации, о стране, о том, хотим ли мы распрощаться с советским прошлым, то есть перестать, в конце концов, присваивать статус, грубо говоря, гражданина Советского Союза, который давно больше не существует. Абсолютно, потому что ведь неграждане были субъектами закона о статусе граждан бывшего СССР, так что вы абсолютно правы. Да, да. И идти вперед и строить более единое общество, которое смотрит в будущее. Есть и другая категория, не знаю, политиков, экспертов, которые полагают, что да, наверное, это шаг в правильном направлении, но он настолько символический и микроскопический, что, в принципе, он кардинальную проблему массового безгражданства не решает. Более 220, по-моему, тысяч сейчас неграждан по-прежнему есть. Да, мы понимаем, что многие из них – это уже люди в таком солидном, преклонном возрасте, но, тем не менее, получается, что государство вот эту проблему как бы цементирует. Но да, там несколько десятков детишек не страшно. Да, мы им дадим гражданство. Вот что делать с остальной категорией неграждан? Ну, во-первых, законы позволяют по-прежнему натурализацию, и, как мы знаем, в Латвии натурализация, в принципе, более легкий процесс по сравнению со многими другими странами, в том числе Европейского Союза. Я думаю, что нам не нужно переставать говорить с этой частью населения и приглашать их, подумаясь о натурализации. Ну, об автоматическом присвоении гражданства этой категории, наверное, сейчас политически бессмысленно надеется, да? Это, безусловно, не является для нас каким-то таким шагом, который мы готовы предпринять, потому что есть все-таки для взрослых людей возможность выбрать, хотят они быть гражданами Латвии или нет. И в том, что касается каких-то... Если раньше это мог быть вопрос доступа к каким-то ресурсам, например, к хорошим курсам латышского языка, то сейчас, конечно, уже трудно говорить о том, что нет такого доступа, да? То есть это решение взрослого человека в какой-то мере, в свою очередь, в том, что касается детей и подростков, мы считаем, что просто аморально со стороны государства позволять такой вариант, когда родители, не думая особенно об их будущем, просто могут их оставить в таком, ну, как в некоторых других языках говорят, в лимбе, да, в таком как бы месте, ни в аду, ни в раю, но где-то вот они в пустоте находятся. Это было действительно странно, да? Советский Союз уже прочил Бозди сколько лет, да? 1991 года, а мы все, условно говоря, плодим вот граждан бывшего СССР. Ну, в какой-то мере, да. Если так можно сказать, да. Вот объединение для развития ЗАВ все-таки себя позиционирует, как, не знаю, ну, наверное, больше такая либеральная сила, центристская. Мы однозначно себя позиционируем, как либеральная центристская сила. Да, ну, мы понимаем, что коалиция, в которой вам приходится работать, так можно сказать, она разношерстая. Там есть, не знаю, более правые, менее правые, ближе к центру, есть совсем такие вот, не знаю, национально-консервативные. Насколько вы видите возможность вот эти либеральные идеи, не знаю, продвигать в правительстве, в парламенте, с учетом того, что нет союзников в этом плане, по крайней мере, внутри коалиции? Ну, у нас есть коалиционный договор, который подразумевает, что в таких вопросах, как регулирование совместной жизни, так называемой кооп-дзееве, да, то есть факт признания совместной жизни, который требует какие-то юридические права, регистрация, да. Регистрация и просто признание наличия гражданской, как бы, это не обязательно касается гражданских браков, кстати, это может касаться и просто людей, которые, у которых общее доволен хозяйство, например, двух пенсионеров, они, возможно, никаких лично таких глубоких эмоциональных отношений не имеют, но они при этом нуждаются друг в друге для помощи. Да, да. Это один момент. Мы можем предлагать инициативу в области урегулирования подобных отношений вне зависимости от общего решения коалиции. Точно так же договор коалиции подразумевает, что мы можем предлагать ратифицировать Стамбульскую конвенцию, и что мы можем продвигать законопроекты о реституции имущества еврейской общины. Это три темы, которые мы для себя очертили, достаточно четко и ясно. Четвертое было «Дети и не граждан», но тот президент уже взял на себя инициативу. Да. Значит ли это, что по этим трем перечисленным пунктам вы не только можете, но и будете что-то предлагать? Да, скорее всего, да. Вот все-таки как вам кажется, вот эти либеральные идеи сегодня вообще в обществе, ну и, не знаю, в политическом пространстве, они вообще воспринимаются? Или вот из Сирии вот сейчас это очень не вовремя? Я почему говорю? Ну, мы видим, какие настроения вообще в Европейском Союзе, вот эти популистские силы, там разные другие движения, очень радикальные, даже экстремистские, да? И вы вроде бы вот с этими предложениями как-то выпадаете. Ну, во-первых, нам не нужно в данном случае все смешивать воедино. Многие движения, которые являются по каким-то вопросам экстремистскими в Европейском Союзе, например, давно уже принимают, как же, как и большинство населения в тех странах, что урегулировать свои отношения может любая пара, вне зависимости, допустим, от пола, что семейное население нехорошо, и поэтому Стамбульскую конвенцию можно ратифицировать, а они, допустим, борются против эмигрантов. Я не говорю, что хорошо всегда их методами бороться против эмигрантов, но то, что я хочу сказать, это то, что не для всех то, что в Латвии воспринимается как такой пакет либеральных отношений каких-то, что это однозначно то же самое в других странах Европы, везде по-разному. Но, возвращаясь по сути к вашему вопросу, конечно, однозначно в Латвии есть разные мнения на этот счет среди населения, достаточно много известных социологических данных к тому, чтобы каким-то образом урегулировать возможность, меньшую неопределенность, скажем так, юридическую для людей, совместно проживающих, вне зависимости от пола. Очень многие в Латвии считают, что это нужно. Несколько меньше, то есть, собственно говоря, на данный момент значительно меньше процентов тех людей, которые считают, что подобное регулирование нужно относиться к однополым парам. Но даже там, в принципе, есть некоторые неоднозначности, потому что зависит от того, о чем мы говорим. То есть, если бы мы, допустим, говорили о браке, там однозначно абсолютное большинство было бы против, но это не тот вопрос, который мы поднимаем. Следовательно, нам нужно просто учесть то, что на самом деле именно урегулирование совместной жизни, оно относится к огромному количеству людей, которые, допустим, живут в гражданском браке или просто нуждаются в поддержке друг друга и ведут совместное домохозяйство. Это важное, наверное, дополнение, потому что многие воспринимают это как, что вот просто регистрация однополых браков, вот так вот воспринимают это, да? Ну, мы надеемся, что, разговаривая с обществом, мы сумеем рассказать о том, насколько много и разных ситуаций существует, я думаю, о некоторых случаях... Которые не урегулированы в законодательстве? Конечно, они не урегулированы. Потому что считается, что, может быть, там есть право на следование, завещание оставлять и так далее. Ну, недавно было выступление в Сейме с ежегодным докладом... Да, омбудсмена. Омбудсмена, да, я пыталась вспомнить русское слово. Да, государственный правозащитник. Да, государственный, ну, омбудсмена, да, но мне кажется, что так, Влад, я обычно переводит это слово, смысл в том, что его бюро нашло ряд аспектов, например, в том, что касается наследования. Когда в 60 раз может отличаться тот процент, с которого нужно платить налог, если ты наследуешь супругу, или если ты наследуешь, например, своему партнеру, с которым у тебя не зарегистрированы отношения. Существенная разница, да? Есть масса других аспектов, то есть даже если у тебя завещание составлено, все правильно, и ты имеешь право унаследоваться, но 60% отличается, это сумма, с которой ты будешь платить налог. Другой интересный пример, это, честно говоря, трагичный пример. Это случай с, насколько я понимаю, вдовой одного из пожарных, которые пытались спасать людей. Да, пытались спасать людей после максимы, и она не получила, соответственно, те компенсации, которые родственникам других погибших предполагались. Это один из таких наиболее вопиющих примеров, не так давно, так сказать, в нашем латвийском опыте, чем, по сути, скажем, любовь и близкие отношения этих двух людей были хуже, чем зарегистрированный брак, но не предполагается никакой абсолютной компенсации человека, который потерял близкого. То есть это, на наш взгляд, негуманно, и в данном случае мы исходим из такого простого либерального принципа, что если государство может без каких-то серьезных финансовых для себя потерять, без потерять для своей целостности, идентичности и так далее, просто помочь огромному количеству людей оказаться в более безопасной, более надежной ситуации в отношении всяких кризисов жизни, которые могут наступить, например, когда близкий человек попадает в реанимацию, и нужно иметь право доступа или принимать какие-то решения, масса других таких случаев. Чем просто запрещать, лишь бы запрещать, мы можем разрешить, люди будут регистрировать эту КОПДЗИВА, совместное проживание или совместную жизнь, как это правильно перевести на русский, или партнерство, если это сознательное акт о партнерстве, это разные вещи, да, и соответственно у них будет больше возможностей себя защитить. – А вообще, как вам кажется, я понимаю, что это может быть не столько политический, сколько философский вопрос, хотя может быть все вместе, мы вообще, ну, Латвия или латвийская общество, она толерантная, я почему спрашиваю, потому что, ну, всегда есть такие какие-то, не знаю, раздражители, когда каждый, кто живет здесь, уже знает, ой, это добро мне кончится, обязательно будет какой-то шум. Вот вы упомянули, вот, связанные, вот, действительно, с регистрацией отношений. Второй вопрос, ну, тут из серии гадалки не ходи, когда только поднимется вопрос реституции, вполне справедливый процесс, который, кстати, в Литве прошел, в большинстве цивилизованных стран Европы, нехорошо отбирать чужое имущество, да, так сказать, погибших людей, жертв Холокоста, да, но мы же понимаем, что сейчас поднимется, какая волна, в очередной раз скажут, ну, вот, так сказать, хотят что-то там получить незаконно и так далее. – Ну, в данном случае речь как раз идет о восстановлении исторической справедливости, в том, что касается реституции, да, то есть это возвращение общения представляющих, так сказать, ну, условно говоря, коллективный союз тех людей, которые больше всего пострадали от Холокоста, и это было бы странно утверждать, что в связи с этим им ничего не полагается, да, то есть это с нашей точки зрения аморально. – И столько лет прошло, уже пора этот вопрос решить, да? – Да, именно так, именно так. А в целом, возвращаясь к вашему главному философскому вопросу, готовы ли наше общество к каким-то либеральным инициативам, мне кажется, оно в большей степени готово, чем это хотели бы утверждать некоторые лидеры мнений, которые утверждают обратное, потому что наше общество очень динамично, оно развивается, оно динамичнее местами, чем общество в некоторых странах Западной Европы в данный момент. Оно в целом готово ко многим новым вещам, и мы видим, насколько активно, скажем, латвийские жители пользуются всевозможными современными технологиями, насколько передовой у нас интернет и масса других примеров. Я не думаю, что мы обречены на ретроградство, что мы обречены быть обществом, которое плетется где-то в хвосте в Европе и всегда с огромным подозрением смотрит на какие-то изменения. Я просто думаю, что в какой-то мере, может быть, мы слишком озабочены своими экономическими и другого рода проблемами, которые у нас на самом деле не сильно больше, чем у соседей, но мы как-то очень их остро воспринимаем. И мы меньше задумываемся над вопросами, скажем так, справедливости по отношению к более уязвимым членам общества. И наше объединение считает, что это отношение можно местами менять. Да, вот говоря о других странах, тем не менее, я все понимаю, что, может быть, премьер хочет всем добра, это понятно, но его заявление, по-моему, вчера он сказал, что мы там сделаем несколько реформ, и вот тогда мы можем стать Скандинавией. Ну, мне кажется, это все-таки чересчур, мы, конечно, всем было бы хорошо жить как в таком обществе, как по уровню жизни, как Швеция или Дания, к примеру, да, но мне кажется, все-таки это далеко пока от реальности. Может быть, и о пессимисте не знали. Мне кажется, то, что очень хорошо в этой коалиции, что есть все-таки какой-то элемент четких целей, эти цели в основном реформаторские, да, они настроены на поступательное движение вперед, на перемены, и они завязаны на все-таки какое-то определенное видение будущего страны. Это то, чего не хватало ряду наших правительств перед этим. Это видение будущего было, когда стремились вступить в Европейский Союз, в НАТО, потом везде вступили, даже в организацию экономического сотрудничества. Да, вы сидите. Уже больше нету наступать, да. Но в данном случае, мне кажется, что очень ценно, это то, что если мы закрепляем хотя бы на уровне целей, то, что мы хотим стать страной североевропейской, условно говоря, страной, которая близка по ценностям Скандинавии, и идем к этому с точки зрения государственной политики, да, мы не достигнем сразу уровня жизни Дании или Швеции, не об этом речь. Но мы, по крайней мере, имеем четкую концепцию того, в какую сторону мы развиваемся. Потому что проблема достаточно долго была с тем, что у нас этой четкой концепции не было. Мария Голубева, у нас в студии 612-939, телефон прямого эфира, есть звонки, одевайте, пожалуйста, наушники, успеем принять один звонок и в первой части. Так, ну, видимо, сорвался звонок. Ну, тогда дозванивайтесь до нас, 612-939, телефон прямого эфира. Вот, может быть, так, да, вот есть звонок, примем звонок, потом мы же продолжим наш разговор. Добрый вечер, слушаю вас, пожалуйста. Добрый вечер, Олег. У вашей гости вот такой вопрос. Оставим в покое политику, да, значит, муниципальные выборы, когда у нас происходят, это, естественно, выборы депутатов, которые не занимаются у нас политикой, да. То есть я, как налогоплательщик, да, значит, не имею права, как негражданин, да, выбирать людей, которые занимаются моей хозяйственной деятельностью на данной территории. А, например, члены ЕС, да, я вообще-то всю жизнь здесь прожил, уже 60 лет живу, да, члены ЕС имеют право, значит, влиять на, так сказать, хозяйственную деятельность данного региона, где я живу. Не считается ли это дискриминацией меня, как члена нашего общества? – Спасибо большое. Ну, видимо, радиослушайте, имело в виду, что он, как ни гражданин, не может голосовать на муниципальных выборах, а гражданин, не знаю, там, Венгрии, Румынии, ну, еще до недавнего времени Британии, которая проживает здесь какое-то время, может… – Пока все еще Британии. – Пока все еще Британии, да. – Я бы сказала, что очень важно понимать, что в любом случае для полной реализации своих прав в принятии решений о будущем и города, и страны, очень важно натурализоваться. И я бы хотела слушателей пригласить обязательно это сделать. Но что касается того, что депутаты муниципальные не занимаются политикой, я, честно говоря, не до конца соглашусь с этим вопросом. По крайней мере, когда мы говорим о больших городах, таких как Рига, я бы сказала, что они принимают достаточно много решений, которые вполне себе политические. Просто это может быть другого уровня политика, да, это не внешнеполитические, конечно, решения. – Ну, это фактически политика развития мегаполиса. – Да, это политика развития довольно большой части страны, да, у нас примерно половина населения, или сколько живет в Риге. – Да. – Следовательно, здесь вопрос, да, насколько это все… Все европейские страны принимают сами решения, у кого есть право у постоянных жителей голосовать на муниципальных выборах, у кого нет. – В Эстонии уже есть, да. – Да, в Эстонии есть, достаточно давно. Я думаю, когда-нибудь это будет и в Латвии, но пока трудно сказать, когда. – Потому что, ну, такой политический расклад, видимо, сейчас. – В том числе. – Угу. – Мария Голубева у нас в студии, депутат Сейма от фракции для развития «За». Переверемся ненадолго, новости рекламы, во второй части продолжим, не переключайтесь. – Мисс Ньюз. – Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Еще раз Мария Голубева у нас в студии, депутат Сейма от фракции для развития «За». Вот мы говорим действительно о либеральных идеях и о том, что нужно сделать, чтобы наше общество, не знаю, было более гуманным, толерантным. Я знаю, что когда для развития «За» шло на выборы, это у вас даже была дискуссия, вы предлагая идеи, связанные вот с такой, ну, очень болезненной темой реформы школ нацменьшинств, прозвучала идея, которую многие даже посчитали какой-то утопичной, особенно, не знаю, с точки зрения Риги, где очень много школ с билингвальным образованием, где вы говорили о каких-то единых школах. Это, может быть, хорошо как бы так звучало, но вот практическая реализация там представлялась крайне затруднительной. Вот сейчас, когда вы уже приобрели такой вот опыт реальной политики, вам кажется, что это вообще реально или пока не пришло время? Я все еще считаю, что это очень реально, и я, честно говоря, думаю, что время постепенно приходит. Сейчас, когда ряд самоуправлений понимают, что жить дальше, так как раньше они жили с таким количеством школ, невозможно, потому что количество детей такое, какое оно есть, и государство не будет бесконечно платить за содержание школ, в которых очень мало детей, и где учителя получают меньше половины ставки, да, потому что это просто, откровенно говоря, негуманно, в том числе по отношению к учителям, но в первую очередь по отношению к детям, которые получают плохое образование. Следовательно, надо что-то с этим делать, и самоуправление уже сталкивается с ситуацией, особенно большие самоуправления, да, когда им нужно в каком-то районе объединить школу нас меньшинство, с латышской школой, да, и, соответственно, они реально начинают, возможно, понимать, что этот сценарий – это не фантазия, он присутствует в нашей жизни, и, может быть, стоило бы на этом этапе постепенно нам на уровне государства начинать думать о том, как сделать этот процесс таким, чтобы он помогал нам улучшать качество образования в целом и каждому ребенку давать шанс, а не наоборот. – То есть, в принципе, вы думаете, что мы к этому придем тоже? – Я думаю, конечно, мы к этому придем, потому что Латвия, в принципе, развивается постепенно все-таки по пути единого общества, это медленный процесс, он не безболезненный, но он идет, и гораздо лучше для результатов, например, того же образования, а главное для будущего страны с точки зрения отношения граждан разных, в том числе национальностей с разным родным языком к своему государству, было бы лучше, если бы все-таки они росли вместе с юных лет, как граждане одной страны. И для этого нужно, конечно, чуть-чуть перестроить систему, но я не думаю, что это невозможно. – Но это не есть, как бы, такой вот обходной ход, который бы ускорил ликвидацию вообще образования на языках нацменьшинств, потому что, ну, по-разному можно оценивать билингвальные школы, но, тем не менее, там все-таки, как мы видим у старшеклассников, нет проблем с государственным языком по окончании вот этих старших классов, они все-таки могут больше уделять внимание и своему родному языку, и культуре, и так далее, и так далее. – Ну, нет проблем это относительно, потому что в Риге, например, есть целый ряд школ, у которых есть проблемы. Да, если вы смотрели исследования Рыбалтика, мы видим, что там есть целый ряд именно школ нацменьшинств, у которых очень плохо с результатами централизованных экзаменов. – Но не только по латышскому языку. – Не только по латышскому языку, но в том числе, да. То есть это говорит об определенной, может быть, в какой-то мере детализации, которая в какой-то мере является пусть неосознанным, но выбором, да. То есть если семья хотела ближе к дому, она хотела, чтобы было на родном языке, в результате получилось так, что в не очень, возможно, благополучных частях Риги собралось вместе много детей, чьи родители, может быть, по причине занятости или тяжелой работы не смогли уделить достаточно внимания, и в результате результаты оказались такими, как мы видим. Я думаю, что с этим что-то постепенно надо делать. Я не считаю, что нужно оставлять на самотек вопрос права ребенка на получение качественного образования. И если для этого нужно, скажем так, отказаться от старой модели образования нацменьшинства, прийти к более единой модели образования, где родной язык будет поддерживаться с помощью отдельных уроков, допустим, для маленьких групп, а в остальное время, большую часть времени ты учишься вместе с одноклассниками на латышском, то мне не кажется, что есть слишком высокая цена за то, чтобы у тебя были равные возможности в области хорошего образования. Потому что если школ будет меньше, учителя будут получать хорошие зарплаты, у них будут ассистенты, которые будут работать вместе с ними, с классом, то качество, безусловно, повысится. Но ради этого нам нужно немножко эту систему оптимизировать. Да, поскольку вы эксперт в области образования, не могу вас не спросить по поводу всей этой истории с зарплатами учителей. Мы знаем, что и вчера стоял пикет учителей, профсоюз грозит забастовкой. Да, мы видим, что правительство частично пытается изыскать средства, необходимые на повышение зарплат педагогу, но при этом мы все время слышим и из УЗ министра образования, и из УЗ премьера, что надо реформироваться, оптимизироваться. Ну, то есть, фактически, сами учителя, что ли, должны школу эти закрывать, да? Ну, никто не говорит, что сами учителя должны закрывать. Да, 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 ну, я, может быть, татрирую, но хорошо, самоуправление, да, но это вообще вопрос... Самоуправление должны, это факт, да. Мне кажется, что здесь нам нужно смотреть на это в контексте реформы территориальной, которая будет происходить сегодня Семь единогласно, кстати говоря, последним решением сегодняшнего заседания проголосовал за то, что мы продолжаем в стране административно-территориальную реформу. Что это значит? Что мы идем к тому, чтобы количество самоуправлений сократилось, в них, соответственно, в каждом самоуправлении будет, ну, за исключением, возможно, таких больших, как Рига, да, будет большее количество жителей, и мы сможем тогда многие услуги предоставлять гражданам на гораздо более лучшем уровне, чем сейчас, потому что сейчас очень неравномерное качество услуг, зависит от того, сколько людей живет в самоуправлении, и сколько у самоуправления денег. Это же касается и школ. То есть, да, у нас не будет столько школ, сколько сейчас, и часть из тех, которые закроют, безусловно, будут те, которые традиционно были школами нацменьшинств. И это связано, наверное, с демографией тоже. Это связано в первую очередь с демографией. У нас по-прежнему довольно такая, я бы сказала, очень-очень скромная пропорция количества учеников на одного учителя, потому что у нас много учителей, которые работают на неполные ставки. Нам гораздо выгоднее иметь меньше учителей, которые будут работать на полные ставки, или почти на полные, да, там 0,75, и достойную заработную плату. Мы не можем, к сожалению, это обеспечить во всех школах. В этом смысле мы немного расходимся, моя точка зрения немного расходится с точки зрения министра образования, который больше настаивает за сохранение маленьких школ, особенно вдалеке от Риги и ближе к границам. Я думаю, что в конечной считаю, что это будет бесконечный диалог у нас внутри коалиции, когда-нибудь все мы придем к какому-то общему знаменателю, но в целом, как вы знаете, и от премьеры, и от правительства мы по-прежнему держим курс на оптимизацию школьной сети. Да, вот мы знаем, что именно ваше объединение выступает, что, в принципе, понятно, потому что министр господин Пуция как раз отвечает за среду и региональное развитие, выступает за региональную реформу, ну, весьма радикальную, как я могу понять, она поможет вообще хотя бы частично решить вот проблему, не знаю, повышения качества образования? Не только образования, но и других услуг. Да, конечно. Да, конечно, однозначно, потому что, ну, ни одна страна не настолько богата. Я хочу привести пример из Франции, потому что когда люди у нас часто слышат о том, что закрывают школы, всегда это общее какое-то пессимистическое отношение, что значит, что мы из серии хуже всех или что-то в таком духе, да, что все пойдет хуже. Но нет, это не хуже всех, мы просто придем к той ситуации постепенно, которая нормальна для современных развитых стран Западной Европы, где люди сознают, что в сельской местности и в маленьких городах уже больше не живет столько людей, сколько жило раньше, что люди мигрируют к центрам развития. Это объективно происходящий процесс. И я много времени… То есть здесь нет какой-то трагедии, извиняюсь, я проимеваю. Я не вижу в этом трагедии, если на это нарочно не смотреть, как на трагедию. Я много времени проводила во Франции последние 10 лет. В той деревне, где я проводила много времени, существуют только маленькие, только самые младшие классы школы, например, с 1 по 3. Дальше, допустим, с 4 по 7 дети едут на автобусах в другую деревню, потом еще с 7 по 9, и дальше уже старшие классы только в город. Только в город. Вот вам, пожалуйста, школьный автобус, он ходит 2 раза в день, никаких проблем, если ты школьник, ты, естественно, не платишь. То есть мы не говорим о том, что мы закрываем провинцию, как многие сейчас пытаются представить. Нет, речь не идет о том, что мы закрываем провинцию, речь идет о том, что мы предоставляем услуги достойного качества, в меньшем количестве мест, но при этом обеспечиваем возможность туда попасть. Мы должны об этом думать, это часть наших задач, она не легкая задача, но тем не менее, по крайней мере, у нас есть какое-то видение того, как это может быть. То есть по существу сроки, насколько я понимаю, поставлены весьма такие рекордные, до следующих муниципальных выборов, до 21 года, до июня, нужно осуществить эту реформу? Да, но это связано с тем, что потом происходят выборы. То есть мы бы не хотели болезненного момента, когда депутаты местных самоуправлений выбраны, и потом мы проводим реформы. Это было бы крайне неудачно. Тогда такой вопрос хотел задать. Все-таки, не могу вас об этом тоже не спросить, что касается вообще европейского контекста, поскольку приближается очень важный процесс, по крайней мере, я считаю, что важный выбор в Европарламенте, не вдаваясь, может быть, в подробности какой-то подробной кампании. Все-таки вот граждане Латвии, они себя осознают, что они вот часть этой европейской политики и, не знаю, европейских процессов. Не только вот, не знаю, там, де юры, что вот они, у них паспорт граждан Латвии, и они, значит, уже часть. Но вообще вот осознают они, как вам кажется, то, что происходит сейчас вообще в Европе, насколько они понимают, эти процессы связаны с Брекситом, на самом деле, я так понимаю, что последствия будут довольно серьезные. Но именно в том, что касается Брексита, мне кажется, многие граждане Латвии озабочены и, в общем, справедливо озабочены. Да, не только те, кто там живут, естественно, наши соотечественники. Что касается тех, кто там живут, да, но ими я могу порекомендовать, конечно, если они собираются продолжать жить в Великобритании, с учетом того, что мы не знаем, каков исход этого процесса, наверное, имеет смысл обратиться и получить этот статус так называемого постоянного жителя, который предлагает сейчас Великобританию гражданам ЕС, потому что мы не знаем действительно, чем закончится сейчас этот процесс. И если Великобритания действительно вдруг быстро и безапелляционно выйдет из Европейского Союза, то у нас, у этих граждан, соответственно, не будет законного статуса, да, то есть это лучше делать. А в том, что касается остального, то, безусловно, граждане Латвии по большей части, как мы видим по данным евробарометра, осознают, что они граждане Евросоюза, да, то есть есть ли вопрос в этом. Что это для них означает, это другой совершенно вопрос, и здесь можно сколько угодно гадать. Я считаю, что для молодых поколений, которые на своем опыте знают, что очень легко, Европа очень доступна, и можно поехать, и что-то делать, и развиваться, и потом с этими навыками приехать обратно и развить свой бизнес или получить хорошее рабочее место в Латвии, что реально. Они это в большей степени осознают, да, те, кто, может быть, в меньшей степени сталкивался с этими бонусами, они не всегда осознают, что часть бонусов нашей жизни связана с Европой. Ну, например, то, что если ты едешь за границу в ту поездку, неважно, в какую европейскую страну, и не платишь больше сейчас за роуминг, за телефон, да, что это бонус Европейского Союза. Да, это серьезный бонус, и много таких бонусов. Да. Тогда, может быть, такой вопрос, который я хотел задать, но все-таки создается ощущение, может быть, вы меня разбедите, создается ощущение, что да, понятно, что Латвия маленькая страна, да, понятно, что ее влияние, может быть, Европейский Союз несопоставимо с влиянием Германии и Франции, мы реалисты, все понимаем, да. Но сразу создается ощущение, что вот, ну, не то, что второй сорт, что какие-то все-таки пока еще Европейский Союз до какого-то уровня, не знаю, равенства не дошел, поскольку мы все время слышим из года в год, субсидии меньше, вот это меньше, это меньше, это меньше, и насколько эти восемь депутатов вообще могут на что-то повлиять в таком большом Европарламенте. Восемь, да. Мне кажется, что в корне неправильно смотреть на роль евродепутатов только как их обязанность выкроить для нас какие-то особые возможности. Не надо это сравнивать с Советским Союзом, с поездками в Москву убивать какие-то вещи. Мне все-таки кажется, что здесь очень важный факт, что они решают вместе с другими о том, какой в будущем будет Европа, в которой нам всем жить. И это касается, например, интернета, регулирования интернета, наших прав и свобод, тех возможностей, которые у нас есть, которые не являются априори чем-то, что природа нам гарантирует навсегда, да, если мы за них не боремся, они могут случайно где-то закрыться. Второй момент – это то, что касается нашей общей безопасности в самых разных смыслах, да, в более широком смысле, может быть. Это то, что касается развития, то есть то, что какие-то субсидии сокращаются, не значит, что не появляются какие-то другие финансовые инструменты, не предлагаются, которые в другом месте эти возможности расширят, да. И то, как именно все эти решения будут приниматься, и к чему мы в итоге придем, это напрямую зависит в том числе от евродепутатов. Ну, теперь, конечно, еще вопрос будет явки, поскольку мы видим вообще в Латвии какой процесс, не только ведь выбор Европарламента, мы видим, что от выборов вообще снижается количество людей, которые приходят на избирательные участки, и все им, кстати, тоже. Ну, я не стала бы ничего прогнозировать, но я думаю, что явка на выборе Европарламента во многом зависит от активности партии перед выборами, от того, насколько активно они разговаривают. Ну, конечно, есть другие факторы, мы знаем там погода, еще что-то, но в целом я считаю, что наша задача, как партии, всех, кто хочет участвовать в этом процессе, это разговаривать с людьми, объяснять, что это важно, и что очень важно прийти и проголосовать. Может быть, тогда такой вопрос в завершении эфира, возвращаясь к тому, с чего мы начали. Что касается, действительно, правительства, как вам кажется, что бы вы считали, что вот работа правительства или коалиции, называйте как хотите, все это не все-таки успешной, чего нужно сделать, ну, в таком обозримом будущем, да, вот чтобы вы сказали, что да, наверное, не зря мы тут собрались. Ну, выполнить часть наиболее важных пунктов того, что мы в своей декларации написали, в данном случае все достаточно просто, да, то есть провести административно-территориальную реформу, улучшить доступность здравоохранения, в том числе, что очень немаловажно вместо этих двух корзин, которые абсолютно порочный принцип, да, прийти к нормальному, доступному, финансируемому здравоохранению. То есть, в принципе, мы отходим от этих странных двух корзин, да? Ну, таково направление, которое мы сейчас в цели, да, безусловно. Во-вторых, то есть, в-третьих, уже немаловажно, конечно, продолжать реформы образования. То есть, если, например, мы не сможем качественно ввести так называемое компетентное образование, то есть, это те реформы содержания образования, которые последние годы разрабатывались, это будет очень плохо, потому что это будущее, это будущее всего общества, не только тех, детей, которые сейчас в школе, и вопреки разным мифам этот новый подход гораздо в большей степени направлен на то, чтобы разные дети с разными интересами и с разными склонностями в образовании получили все-таки максимальный пакет качественного образования, если правильно это делать. А это значит, что нам нужны мотивированные учителя, безусловно, но нам также нужна и открытая к переменам система школ, которая не всегда у нас именно по настроениям, не всегда настроена на перемены. Безусловно, все, что касается защиты окружающей среды, введения системы депозита, это тоже очень важно, и плюс, ну, все, что касается развития экономики, конечно. Да, ну и, наверное, это не ваш огород, мы знаем, что отдельные партии и коалиции, так называемые отдельные новые силы, там обещали в социальной сфере очень много чего, и зарплаты минимальные до 500, и необлагаемые минимум 500, и так далее, это вообще реально в обозримом будущем? Я понимаю, что не в контексте этого бюджета. Определенный пакет мер по уменьшению социального неравенства, который включает в себя, конечно, повышение необлагаемого минимума, какие-то реформы в отношении налога на недвижимость, ну, основного жилья, который у семьи есть. Да, это в целом, в нашей программе это вообще прописано, да, то есть те меры, которые ведут к уменьшению социальной Но это, опять-таки, упирается в бюджетные возможности. Это упирается в бюджетные возможности, но в данном случае, ну, например, в 21-м году, мне кажется, реально о некоторых изменениях говорить, да, то есть... Ну что ж, пожелаем успеха вам, в том числе, в реализации предварительных обещаний, потому что, ну, так, к сожалению, сложилось зачастую, что до выборов обещают многое, а потом, ну, по разным причинам не удается это реализовать. Мария Голубева у нас была в студии, депутат Сейма от фракции для развития «За». Большое спасибо. Спасибо.